Слава Украине! Приветствую от Полонского! Друзья мои, и смех, и грех произошел с... грех, точнее даже, да, без смеха. С депутатом Толстым, с тем самым, который совсем еще недавно размахивал кулачонками и угрожал, помните? А кому он только, собственно говоря, не угрожал? Всем странам мира. Последний раз он грозил Казахстану очень сильно, да, отобрать у него территории, заявлял, что у Казахова нет истории. Ну, вы помните, да, вот эту всю ахинею, которую нес этот персонаж. Вот, и он всегда чуть что подчеркивает, какая великая, могучая, значит, российская армия, что они всех победят. Вот не сегодня, значит, завтра точно уже победят. И тут, значит, вот этот вот клоун приезжает в Белгородскую Народную Республику, да, приехал он в Белгород с вот такенной мордой своей наглой, приехал же инспектировать, как дела, и как, значит, развивается наступление на Харьков, которое, как известно, не то, что застопорилось, а сейчас получают люлей, там отдельная история. Наступление на Харьков, там у них все грустно, потому что все линии снабжения перебиты Хаймерсами и СМЕРЧами. СМЕРЧи наши тоже ракеты получили. Короче, они разлупят так, что аж только гай шумит, да. Вот, и ФПВ-дроны не дают поднести уже боезапас прямо на фронт, то есть вообще там у них катастрофа с боезапасом, катастрофа с водой, с чем только не катастрофа. Но смех самый был именно конкретно с Толстым. Он же приехал со всем своим величием, приехал же в Белгород. Давай рассказывать, какой, значит, победит Хохлов, и тут незадача, значит, начинается очередной обстрел расистских позиций, которые они занимают прямо в городе или рядом с городом. А напомню, расисты это трусы, которые ставят свою технику, свои боеприпасы, желательно поближе к домам мешканцев, жителей этого города, с тем, чтобы, ну, как говорил Путин, прятаться за спиной женщин и детей, как это положено в русской армии, да. И тут начинается, значит, налет, и этот, значит, Толстой вместе со всем величием, вместе со взятием Казахстана улетает пулей в убежище. И там стоит, и, значит, втыкает в телефон, заходят люди, а вот Великий Толстой стоит в убежище, где даже нету света. Желательно бы вкрутить лампочку. И смех, и грех, ребята. От величия не осталось ничего. Даже в порток, даже анучий ничего не осталось. Стоит Толстой без порток, без анучий, в убежище, с простыми смертными, за спиной которых он укрывается. Кому интересно, описание, извините меня, ссылочка в описании к данному ролику. Вот, собственно говоря, в такие моменты и понимаешь, что такое телевизионный треп, который не стоит ломаного гроша, а что такое реальное положение дел на России, на стране, где когда-то, по их словам, была вторая армия в мире, ну а сейчас вторая армия в Украине.